Есть дни, когда в вайшнавской традиции нужно много молиться. То есть это Экадаши, дни Господа Хари. То есть это дни Господа, в которые мы посвящаем свою жизнь. Этот день посвящается Богу. И там есть разные стандарты поста. То есть кто-то постится без сырновой пищи. Вайшнавы никогда не едят мясо, рыбу и яйца. Это для нас не является постом жить без этих продуктов. Это для нас обычная жизнь. Но пост, допустим, без сырновой пищи, это тоже пост. Но Бхактиананта Кришна Махараджи, он постится без пищи. И он молится даже не 24 часа в сутки, а гораздо больше. То есть он не спит две ночи и плюс один день. И все это в молитве проводит. Я лично никогда так в жизни не пробовал. И максимум в своей жизни подряд я молился 8 часов. И мне этого, в принципе, хватает. Но молиться 30-40 часов — это дел возвышенных личностей. Я, когда его обследовал, так немножко посмотрел его канал, и я увидел, что он абсолютно здоровый человек. Это тоже признак возвышенности, святости, потому что, ну, когда человек постом вылечивает себя полностью от всех болезней, это признак того, что, значит, карма, она не действует на человека в такой степени, как на всех остальных. И так как у нас сегодня с вами лекция «Путь к счастью», поэтому мы будем говорить об этом, об этом пути. Я буду очень прост. То есть я не буду там чего-то сложного рассказывать сегодня. Счастье не принадлежит нам. Мы нуждаемся все в счастье. Счастье принадлежит Богу. Бог находится прямо в сердце, вот прямо вот здесь. В Ведах есть такие, есть Катхаупанишат, такое ведическое произведение. И там описывается, что на дереве тела сидят две птицы. Мы всегда думаем, что мы, только я сижу на дереве своего тела, что вот в моем теле живу только я. Некоторые вообще себя считают этим деревом. Они считают, что они являются телом, что вот я это, вот это вот тело. Но это на самом деле глубокое невежество, так думать. Потому что пройдет совсем немного времени, и тела не будет. Я когда ехал в машине сюда, меня Вайшнаб поздравил с днем рождения, и написал мне открытку. Я поздравляю вас с этим праздником, что вы родились в этом теле. Пускай это ваше тело будет здоровым. А вам я желаю духовного прогресса. Мне очень понравилось поздравление. Почему? Потому что я тоже так считаю, что тело, в котором я родился, оно временно, и нет смысла сильно этому радоваться. У нас у Вайшнауф есть, знаете, есть же вот эта вот английская такая, Happy birth to you, да, как-то. Песенка такая. Вот. И у нас поется по-другому. Никогда не рождайся вновь. Такая песенка. Когда поздравляют с днем рождения, поют. Никогда не рождайся вновь. Никогда не рождайся вновь. И в этой связи, почему никогда не рождайся вновь, потому что жизнь в материальном мире, в этом нет никакого глубокого, какого-то сильного счастья. Хотя, если уж говорить о людях, которые занимаются духовной практикой, они счастливы даже в материальном теле, находясь. В этом уникальная возможность жить в этом мире, особенно в Москве, в наше время это очень тяжело. Но люди, которые занимаются духовной практикой, часто они забывают даже, что они в Москве живут. Они не чувствуют этой тяжести, находясь в глубоких любовных, духовных отношениях друг с другом. Это очень важно понять. Когда это понял, тогда уже другая жизнь начинает, совсем другая жизнь. Это не касается только вайшнавской традиции. Я глубокий приверженец в целом духовной жизни. То есть, я очень счастлив слышать, как в других духовных традициях люди искренне занимаются духовной практикой. Я считаю, что человек должен выбрать сердцем, куда ему идти. И если этот путь к Богу, то это будет правильный. Путь к Богу означает духовная жизнь, наставника иметь, своего наставника молиться и заниматься серьезно духовной практикой. Серьезно означает в сердце. В сердце. Не внешне как-то, на показах сердца. Мы с вами заговорили о дне рождения. И, ну, даже песни вот обычные, мирские, поют то же самое. День рождения, грустный праздник, ты не грусти, не грусти, не грусти, не грусти, напрасно. Почему он грустный? Грустный праздник, есть только одна причина. Если у тебя материальное сознание, есть только одна причина, почему грустный. Потому что мало поздравляют. Мало поздравляют. Поэтому грустный. У меня часто попадает дне рождения на поездку в Индию, в святые места. И когда я уезжаю, поздравлять некому, потому что нет связи уже. Связь там стараюсь без всяких телефонов. Вот, связь заканчивается. И разок у меня была такая ситуация, что у меня был юбилей, и предполагалось, что мне будут звонить и поздравлять с праздником. Но как-то все забыли, и никто не позвонил. Я своему другу, который в святом месте был, одному говорю, у меня сегодня юбилей, дне рождения, в надежде, что он поздравит хотя бы. Вот, он посмотрел на меня внимательно-внимательно, так и сказал, я тебе сочувствую. Ну, Вашнава относится к этому празднику несколько иначе. И почему грустно? Потому что ложное эго очень большое. Ложное эго большое, поэтому грустно. Но на самом деле грусть должна быть вне человека, который занимается духовной практикой. И для Вашнава на самом деле день рождения, это я не про себя говорю, сейчас вам докажу это, что не про себя. Для Вашнава день рождения означает возможность служить. Возможность служить тем, кто, допустим, тебе близок, кто дорог тебе. И сегодня одна из организаторов этого фестиваля удивительно подошла ко мне и говорит, мы вам решили подарить торт на день рождения. Я говорю, ну я завтра уезжаю в Индию и как бы куда его дену? Она говорит, мы понимаем, что вы как бы не сможете его с ним ничего сделать сами. Она мне намекает, что торт надо раздать, ведь Вашнавы на самом деле, они день рождения празднуют таким образом, что они служат другим, они сами жрут торт. Вот. Но я не понимал, что она от меня хочет. И она уже прямо сказала, ну мы торт сделаем, чтобы вы раздали его людям. И это уже второй раз так, понимаете, потому что в Вашнавской традиции считается, что когда человек дает лекцию, он потом должен угощать всех. И в одном храме в Вашнавском, тогда только я начинал читать лекции в храмах, я прочитал лекцию, и мне принесли много-много шариков сладких, целый поднос. И поставили передо мной его этот поднос. Одна такая пожилая матаджи, матаджи означает «Великая мать». Это обращение такое, как бы к Вашнавам обращают господин, прабу и «Великая мать». То есть такое уважительное обращение друг к другу. На матаджи поднесла мне этот поднос, принесла, и я посмотрел, говорю, матаджи, мне слишком много шариков. Она мне сказала, это не вам, это им. Мне стало очень стыдно, потому что я читал лекции на духовной теме, и оказалось, что я просто материалист глубочайший. Надо вот прожектор этот выключить, вот тот вот, потому что может быть и от меня сияние идет, но в глазах слепит как бы, и я не могу видеть аудиторию. Тот вот прожектор надо или ослабить, или выключить. он прямо в глаза мне светит. Вот. Итак, мы с вами говорим о счастье, и ведические писания считают, а можно какие-то часы положить мне? А, вот они есть, да? Это правильное время, Если бы мне неправильно здесь, без двух, без десяти два, да? Это правильное время, да? Все, хорошо. Вачнавы считают, что счастье это не то, к чему мы должны стремиться. И это правда, потому что счастье это энергия Бога. Ну, то есть люди в этом мире, они пытаются захватить счастье. И фактически счастье означает это супруга Господа. Это в Вачнавской традиции счастье олицетворяет Шиматиры Тхарани. То есть это энергия наслаждения Господа, энергия счастья, наслаждения, любви. она принадлежит вечной спутнице Господа. И люди должны научиться ей служить этой вечной спутнице Господа, а не обладать ей. В целом существует в этом мире два настроения. Одно настроение называется демоническое, когда человек хочет обладать супругой Господа. Демоны хотят обладать этой энергией счастья. Они живут для счастья, для того, чтобы стать счастливыми. Вот. И другие люди хотят служить энергией счастья. Это божественная натура. Те, кто стремятся к Богу или слуги Бога. Ну, то есть, смотрите, те, кто стремятся наслаждаться или обладать счастьем, эти люди вечно страдают в этом мире. Почему? Потому что это стремление к наслаждению является грехом. Вот если вот разобраться, я говорю, это грех, это грех, и это грех. А почему это грех? Что такое грех? Грех это на на санскрите это слово переводится как аппаратха. Апаратха значит оскорбление. Оскорбление кого? Оскорбление Бога. Ну, то есть, если ты живешь для себя, то ты оскорбляешь Бога в своем сердце, потому что на дереве тела сидят две птицы. Две птицы, то есть, это вот такое образное сравнение. Одна птица это душа, которая привлекается плодами дерева. То есть, что такое плоды дерева? Это наша жизнь. То есть, весь этот мир соткан из энергии наслаждения. Мы можем видеть, что листики в лесу наслаждают, речка наслаждает. Конечно, то, что сделано людьми, не сильно наслаждает. Город не может так наслаждать, как речка, лес, солнце, потому что все, что сделано с людьми, это не божественное, это уже меньше обладает энергией счастья, чем то, что сделано Богом. То, что сделано Богом, все обладает энергией счастья. Ничто не может сравниться с живым цветком. Он гораздо больше счастья, чем искусственный, тот, который сделан человеком. И с этой точки зрения весь этот мир соткан из энергии счастья, которая наслаждает нас. и мы хотим радоваться этому миру. Это все хорошо. Но вот эта птица, которая сидит на дереве тела и смотрит на плоды, на плоды, которые внешне все сладкие вкусы имеют. Этот мир очень сладкий снаружи, но все эти плоды внутри горькие, горькие. птица или душа, которая сидит на дереве тела, это мы с вами, она склонна хотеть желать счастья для себя, то есть желать этих плодов для себя. Но по факту цель человеческой жизни заключается в том, чтобы подарить этот плод птице другой, другой птице, которая сидит сзади, сзади нас. То есть сверхдуша находится за душой. в городе тела, то есть там это город, в котором мы живем, в теле, душа живет в теле. Сверхдуша находится сзади, и она наблюдает за нами, мы ее не видим. Мы смотрим на этот мир и пытаемся наслаждаться этим миром. «Как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри». Сверхдуша поет для нас. Мы смотрим на этот мир и тянемся за плодами. Сначала они имеют сладкий вкус, все в этом мире. Люди женятся, сначала сладкий вкус идет, потом горький. люди, допустим, начинают что-то делать, деятельность, сразу кажется, что у меня большие горизонты в этой деятельности. Сначала сладкий вкус, потом начинаются всякие инспекции, проверки и так далее, и начинается горький вкус. В теле, когда мы рождаемся, молодое тело сладкий вкус имеет, когда оно подрастает, становится горьким. Дети, когда рождаются, сначала они очень сладкие, потом вырастают, от них много проблем. И так далее. Все в этом мире, что бы мы не увидели вокруг себя. Дом новый построил, сначала он очень сладкий, потом его надо ремонтировать постоянно. Машину новую купил, сначала она очень сладкая, потом она разваливается. И все, что не окружает нас, все имеет сначала сладкий вкус, потом горький. И когда душа привязывается к счастью этого мира, вот этому временному счастью, она не может быть счастливой по определению. Она временно счастлива, потом она страдает. Почему страдания возникают? Потому что если мы от чего-то испытали счастье, потом нам, хотим мы этого или нет, наше сердце заставляет нас желать, испытывать от этого счастье вновь и вновь. вот я, допустим, решил провести лекцию в день своего рождения сегодня. Это значит, что в следующий год мне опять захочется то же самое. Захочется, но не все же меня поздравляют. Надо обязательно сделать опять лекцию в этот день рождения, обязательно. И чтобы счастья было больше, чтобы все меня больше поздравляли. И сначала сладкий вкус, потом будет горький обязательно. Потому что когда тебя поздравляют, это приводит к гордости. Гордость приводит к страданию человека. Поэтому это не способ жить. Это не способ жить в целом. Стремиться к наслаждению, к почтению и так далее. Это не способ жить. Что такое аппарадха? Апарадха — это оскорбление Господа, который живет в городе тела. Радха — это супруга Господа. А аппа, приставка аппа, означает другой путь, что ты свернул в сторону. Ты не хочешь служить Радхе, ты не хочешь жить для нее, ты не хочешь служить сверхдуше или голосу совести, или голосу истины, который живет в том же самом теле, что и ты живешь. И на самом деле является истинным хозяином этого тела. Вот я считаю себя хозяином своего тела. Если кто-то меня ущипнет, то есть мое тело, видите, меня даже, мы меня означают мое тело, то есть настолько себя считаю хозяином, что я фактически перепутал себя со своим телом, вот, то мне будет больно. И я скажу, ты плохой человек, потому что ты мне сделал больно. Но на самом деле это тело принадлежит сверхдуше. Это очень легко понять, потому что она полностью управляет всеми процессами, которые проходят в теле. Кто из вас управляет тем, что происходит в теле? Поднимите руку. Есть такие здесь люди. Кто, например, может контролировать деятельность клеток в теле, как они там синтезируются, вся пища усваивается в теле? Мы можем это контролировать, нет? Кто-то может это контролировать? Кто-то из женщин может контролировать свою красоту, красоту тела? Женщины могут? Поднимите руку. Кто из вас может контролировать? Чтобы я была всегда красивой? Кто из вас может? «Всегда» означает «вечно». Не «всегда» сегодня, а «всегда» вообще. Спасибо большое. Ну, некоторые женщины не поднули руку из скромности. Они знают, что они могут быть всегда красивыми, но так как Олег Геннадьевич, он уже стареет, поэтому у него философский склад ума уже. Более философский такой. Но я всегда могу быть красивой. Я сегодня красивая, завтра тоже красивая. И послезавтра буду красивой. Значит, это «всегда». Но «всегда» означает, что так же 20 лет спустя, и 30 лет спустя, и 100 лет спустя. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда, ведь была как буратино. «Я когда-то молода». Это черепаха, да, пела песенку? Она была красивой тогда, очень. А сейчас она уже не молодая, поэтому и осталось такие песни уже петь. О том, что я когда-то была вот счастливой. И об этом я сейчас думаю. Но на самом деле душа не предназначена для того, чтобы скорбить о теле. Она не должна думать о теле, потому что по факту даже красивая девушка, она оскорбит о теле постоянно о своем, потому что она постоянно думает, какая я красивая. Какая же я красивая, а? И эти дураки никто не этого не понимает, не видит вообще. Тупые бараны окружают меня. Но это же скорбь. Это тоже скорбь, на самом деле. Потому что красота человеку дается для того, чтобы служить Радхе, для того, чтобы служить энергии счастья, для того, чтобы служить супруге Господа, для того, чтобы супруга Господа — это та, кто служит Господу постоянно. Она вообще не думает о себе. Радхарани вообще не думает о себе. Она постоянно думает только о Боге, но она является энергией счастья, олицетворённой, воплощённой энергией счастья. И вся красота мира этого принадлежит супруге Бога. Все женщины отражают на себе часть этой красоты. Не полностью отражают всю красоту, а часть этой красоты отражают. И если человек, допустим, в женском теле служит Радхе, то красоты становится больше. Ну то есть как быть счастливым? Надо стать проводником энергии счастья. То есть надо забыть про себя и служить всегда, служить везде. До дней последних донца. Или светить всегда, слутить везде. Светить всегда, светить везде. До дней последних донца светите никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце», да? Или «Солнце и мой». Потому что солнце больше светит, чем я. Вот. То есть идея в чём заключается? В том, что те, кто по-настоящему счастливы, они не ищут счастья. Они ищут служение счастью. Что значит служение счастью? Это служение тому, кто является источником счастья. Служение Богу, который находится в сердце. Это очень простая вещь. Например, жить по совести означает служение Богу, который находится в сердце. Потому что что значит жить по совести? Это значит никого не обижать, никого не мучить, никого не злиться, никого не требовать себе слишком много внимания. Слишком много внимания. Это означает жить по совести. И жизнь по совести приносит сразу счастье. Почему? Потому что если ты живёшь для Бога, то есть по совести, то Господь, Он живёт для тебя. Он и так для нас живёт. Он нам даёт, предоставляет тело в пользование. Если мы постоянно о теле думаем, мы думаем, хочу пирожное, хочу мороженое, хочу туда, хочу мужа. Это тоже функция тела — иметь мужа. Потому что в мужском теле мужа не хочется. Хочется только в женском. Поэтому, когда душа получает женское тело, то это женское тело, оно хочет мужа. И душа в женском теле требует от жизни мужа. Говорит, мне нужно мужа, я хочу мужа. Чтоб не пил. Не просто мужа, а хорошего, чтоб счастье приносил. Чтоб не пил, не курил. И цветы всегда дарил. Тёщу мамой называл. Был в беседе равнодушен. И в беседе был нескушен, экспертному равнодушен. И так далее. То есть, видите, мы как с Богом отношения строим. Мы его заставляем себе служить. Потому что Бог управляет этим телом всем. И мы... Я хочу пирожного. То есть, это означает, что Бог мне должен дать. Потому что всё это творение принадлежит Богу. Я постоянно его занимаю, Господа, своим служением себе. То есть, я постоянно как бы его прошу. Пожалуйста, дай мне мужа. Пожалуйста. Ну, послужи мне. Ну, что тебе стоит? И вот это вот желание постоянно думать о себе, о своём счастье, оно не удовлетворяет Господа в сердце. Поэтому жизнь, когда человек думает о своём счастье, печальная становится. Печальная жизнь. Потому что счастье — это же энергия. Если Господь радуется нам, то из Него исходит энергия счастья. Радхарани радуется нам. Господь радуется, Радхарани радуется, супруга Господа, энергия счастья исходит из Господа. И мы ощущаем счастье в своей жизни. Когда мы хотим жить не для себя. Естественным образом, счастье приходит. Само собой. Но когда мы не хотим, не ждём этого, мы хотим служить. Знаете, вот это вот желание жить для себя — это рабство материального существования. В этом материальном мире не обязательно вешать наручники на всех, чтобы показать, что люди живут в рабстве. Достаточно просто привязать их жить для себя, к этому желанию. То есть жизнь в материальном мире привязывает нас жить для себя. Смотрите, как мы привязываемся. Нам надо поддерживать тело, иначе оно будет болеть. И надо дышать им. То есть уже ты живёшь для себя, дышишь. Пить. Вот я пью постоянно. Я же не в вас пью, а в себя пью, да? И гирлянду тоже из цветов. Я не вам повесил на шею, а себе. Ну то есть не я повесил, а мне повесили. Но так или иначе. Видите, очень много всяких привлекательных вещей, которые заставляют думать о себе и лишают человека счастья. Это называется рабство. Нам надо зарабатывать себе на жизнь. Нам надо жениться, детей рожать. Всё это надо, без этого невозможно жить. Это всё нужно. Но это опять для себя. Всё для себя, для себя, для себя. И в результате счастья нет. Потому что Господь радуется только тогда, когда мы что-то делаем не для себя. Вот посмотрите, ваишнавы расставляли вот эти вот цветочки, эти все вот лепесточки и фитилёчки вот такими красивыми узорами. Они сейчас готовят вам подарки. Они пекут этот торт, который мы будем раздавать сегодня. И они думают о вашем счастье постоянно. И поэтому я хочу служить этим людям. Я хочу служить ваишнавам, потому что они хотят служить Богу и людям, которые их окружают. Это ведическая культура. Ведическая культура — это обучение служению. То есть обучение быть счастливым. Потому что если ты служишь Радхаране, служишь воплощённому счастью, тогда ты являешься проводником этой энергии счастья. И когда через тебя счастье проходит, то ты его чувствуешь, ощущаешь. Но когда счастье через себя не проходит, когда ты хочешь получить его себе, тогда ты его ощущать не можешь. Это отблеск счастья чувствуется. Вот, допустим, себе машину купил, раз — хорошо стало. А потом это гаснет. Привыкаешь к этому. Но когда человек живёт не для себя, он настроен вот так вот жить не для себя. Он постоянно счастлив. Потому что Господь в сердце радуется. Господь в сердце радуется. Я сегодня с утра читал молитву. Молился, думал о духовном учителе своём. Повторял святые имена Бога. И я постоянно думал о проблемах, которые у меня возникают. Думают, вот эти меня не любят, и эти почему-то постоянно меня не любят. И что-то они от меня хотят. Я думал, думал так. И у меня молитва не шла. И потом я увидел фотографию, изображение своего духовного учителя. И начал кланяться ему. Потому что есть привычка. Если лошадь постоянно по одной и той же колее ходит уже 20 лет, то она автоматически опять в ту же самую борозду встаёт. По привычке идёт туда же. И я увидел своего духовного учителя, по привычке начал ему кланяться. Да и он начал кланяться по привычке, то я почувствовал счастье, которое исходит от него. И в этот момент он меня привлёк. Я забыл про свои проблемы и начал думать о том, как я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу жить для тебя. Почему? Потому что такое желание возникает, естественно, когда ты соприкасаешься с чистым и светлым человеком. Потому что он живёт не для себя. Ты соприкоснулся с ним и тоже начинаешь жить не для себя. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. И в этот момент, когда я начал так думать, сладость имени Бога, которую, я повторяю, начала проникать в моё сердце. Я забыл про свои горести, печали и начал думать о святом имени Бога. И в этот момент у меня возникло сравнение. Вот сейчас я просто начал чуть-чуть по милости своего духовного учителя повторять святое имя. А до этого я просто ходил и мучился. Понимаете, в ведических писаниях считается, что вот отвлечься от желания жить для себя самостоятельно невозможно. Для этого нужно соприкасаться со святостью. И поэтому вайшнавы проводят вот эти мероприятия, эти праздники, в которых мы можем соприкоснуться с алтарём, в котором мы можем соприкоснуться с теми людьми, которые стремятся к духовному. Потому что вайшнавы имеют такую культуру, они не считают себя духовным человеком. Возвышенным вайшнавом считается тот, который считает себя падшим. И он искренне считает, он не философствует об этом, а искренне считает себя падшим. И других очень возвышенными считает. Когда люди попадают в такую атмосферу, естественным образом хочется всем служить, а во всех заботиться, и тогда наступает счастье. Потому что счастье — это не энергия, которую мы можем приобрести, как думают люди, демонически настроенные в этом мире. Потому что те, кто пытаются обладать энергией счастья, оно убегает от них. Шимати Радхарань не хочет иметь дело с теми, кто пытается её эксплуатировать. Она хочет иметь дело только с теми, кто хочет так же служить Богу, как она. Поэтому те люди, которые стремятся к счастью, к личному, они всю жизнь страдают. Это я тысячу раз на лекциях доказывал своих, что девушка, которая постоянно думает о замужестве, она оттягивает возможность выйти замуж, потому что она создаёт вокруг себя такую энергетику, которая никого не привлекает. Но, с другой стороны, когда девушка начинает служить всем, она естественным образом расцветает, и естественным образом её хочется взять замуж в этом случае. Видите, парень, молодой человек, когда хочет наслаждаться женщиной, ей противно даже смотреть на такого человека. Но когда молодой человек хочет ей не заботиться, она привлекается таким человеком. Видите, все попытки наши быть счастливыми в этом мире, они приводят только к страданиям. Всегда. Всегда. Но когда люди собираются в такой атмосфере, несмотря на то, что мы скованы желанием жить для себя, мы скованы, мы рабы, этот мир, он сковывает, есть силы в этом мире, которые сковывают нас, нас нацеливают на себя, они приковывают нас к сознанию о себе, думая о себе, пей, ешь, бойся смерти. Ты хочешь семью, ты хочешь детей, хочешь квартиру, хочешь хорошую работу. Эти силы, они приковывают нас к себе. И это рабство, потому что это приводит к страданиям всегда. Страданиям, страданиям, страданиям. Человек, когда думает о своих проблемах, о том, как ему быть счастливым в этом мире, это самое жуткое страдание, которое только есть. Но когда люди собираются вместе, для того, чтобы служить друг другу, для того, чтобы воспевать имена Бога, когда человек воспевает имена Бога, он автоматически, имя Бога уничтожает возможность человеке думать о себе, уничтожает. Так как мы с вами находимся вместе в собрании лебедей, ващнавов, в таких местах принято произносить шлоки или стихи из священных писаний. Я сейчас буду произносить эти стихи, чтобы вы поняли, как достичь счастья. Это описано в священных писаниях. В Шимадбхагаватам написано Живые существа, запутавшиеся в этих хитросплетениях своей судьбы, могут немедленно стать счастливыми. Стоит им даже неосознанно произнести святое имя Бога, которого боится сам страх. Понимаете? Такое возвышенное произведение, то есть возвышенная шлока, возвышенный стих такой, говорит о том, что когда человек просто начинает повторять имена Бога в группе людей, которые этим занимаются, то счастье немедленно утверждается в его сердце. Господь немедленно радуется в сердце, потому что ему нравится любовь. Мы живем в теле, созданном Богом, пользуемся Его услугами, но не думаем, не помним о Нем. Мы считаем это тело своим и эксплуатируем его для достижения своего счастья. Но когда мы хотя бы чуть-чуть вспоминаем о том, кто каждую секунду служит нам, живя в этом теле, и давая нам возможность с Нем жить, то эта Личность, которая является вечным нашим другом, радуется нам, радуется. И эта радость Господа в сердце приводит к счастью. Когда человек хотя бы просто ненароком произносит Святое Имя Бога, то страх смерти, Святое Имя Бога, оно пугает страх смерти, потому что оно соткано из Вечности, Святое Имя Бога. Когда человек произносит Святое Имя Бога, он соприкасается с Вечностью. Когда человек соприкасается с Святым Именем Бога, Господь откликается в сердце, потому что Он ждет нас. Вот эта птица, которая сзади находится, в Кадха Упанишат, говорится, всю нашу жизнь ждет, когда мы обратим на нее внимание, потому что она является самым близким другом для нас, самым близким другом, которого мы в этом мире забыли. И спрашивается, почему мы в этом мире не можем увидеть Бога? Ответ такой. Два ответа. Первое, потому что мы недостойны общаться с такой Личностью из-за своих корыстных желаний. А второе, потому что мы наказаны такой жизнью. Там в духовном мире, где все соткано из счастья, там нет такой проблемы. Все могут увидеть Бога немедленно, как только даже закроют свои глаза. Живые существа в духовном мире могут двумя способами увидеть Бога. Один способ — это в своем сердце, где Он живет постоянно. А второй способ — это снаружи. Понимаете? Мы можем только в своем сердце увидеть Бога. И даже снаружи сможем когда-нибудь, если будем идти к Нему. Но только святой человек может единожды в жизни и то едва ли увидеть Господа снаружи. Но все мы можем услышать Бога немедленно, если мы начинаем произносить святое имя Бога. Мы начинаем слышать Бога. Мы можем увидеть Бога в своем сердце, если будем произносить с глубокой верой и желанием служить. Мы начнем чувствовать сердце Бога в виде счастья, которое будет исходить. Это счастье имеет другую природу. Счастье той деятельности, которая вот здесь сейчас будет происходить до самого вечера. Я вам сейчас его опишу. Оно имеет легкую, имеет легкую, чистую, светлую, радостную природу, в которой сердце человека очищается, ему становится хорошо и на душе не случайно светло и не случайно весело становится. Понимаете? И это чувство внутреннее запоминается на всю жизнь потом. Оно к нему тянет. Сердце тянется к такому чистому чувству, когда люди забывают про себя и постоянно думают о благе других. Следующая шлока. Вай туна витри пьяма утта машлока викраме ян шрин вантам рассожна нам сваду сваду падэ падэ говорится о том, как относятся Господу те, кто стремятся к Нему всем сердцем. Мы не устанем слушать о возвышенных деяниях Господа, которого прославляют в гимнах и молитвах те, кто стремится слушать о Его возвышенных играх, всегда пребывают в атмосфере глубокого счастья. Понимаете, когда люди говорят о духовной практике, когда они говорят о Боге, создается атмосфера духовного счастья, в которой все испытывают глубочайшее удовлетворение. Следующая шлока. Яд пада самшрая сута муная прошаманая садья пунять пас пришта свар тунья панус сэвая. О сута, то есть в этом Шимат Бхагавдам говорится о сута, о великий мудрец. Ему объясняют. Великие мудрецы, о сута, великие мудрецы, для которых стопы Господа стали единственным прибежищем, могут немедленно очистить тех людей, которые соприкосаются с ними, с этими мудрецами, тогда как воды ганги, воды ганги, которые тоже являются чистыми и возвышенными, очищают человека только при длительном ежедневном омовении. Понимаете? То есть человек, который соприкасается в своем сердце со святостью, со святым человеком, может немедленно очиститься, находясь в своем сердце, просто думая о святом человеке, немедленно очиститься от своих грехов, которые вышли из сердца и приносят ему проблемы. То есть человек почему чувствует проблемы? Потому что грехи вышли из сердца, и они всю нашу жизнь наполнили вот этой проблемой. Грехи, когда выходят из сердца, они действуют внутри, снаружи, в уме, в теле, везде они действуют, и они везде создают только одни проблемы. Мы думаем, что они действуют, что это не мои проблемы, это у них проблемы, а не у меня. Но на самом деле причина этому — мои грехи, которые вышли из моего сердца. Когда человек просто думает о святом человеке, в этот момент немедленно вот эти грехи, вышедшие из сердца, начинают очищаться, как солнце восходит и освобождает от мы всё, что находится вокруг. И в этот момент человек начинает чувствовать счастье, реальное счастье. И это описано вот в этом стихе. Удивительно. Это что такое? Наш ответ Чемберлены, что ли? Демоническим силам не понравилось то, что я говорю. Они решили, мы не хотим слушать о Боге. Надо тем, кто с аппаратурой сейчас работает, надо быть внимательным, чтобы демонические силы не проникали через вас в действия, в мысли. Часто, когда я говорю о таких возвышенных вещах, что-то происходит. У нас была разок лекции. Это был Новый год с доктором Тарсуновым, последний в Москве. И мы праздновали этот Новый год. И когда он уже закончился, этот Новый год с доктором Тарсуновым, когда все люди уже вышли из зала, то один мужчина, он ждал, чтобы со мной поговорить, и он сидел на своем сидении, и когда освободилось уже место, он пошел. И вот в момент, когда он встал с сидения, с потолка отвалился кусок штукатурки и пал прямо на его сидении в этот момент. Ну, если, чтобы вам понять, что такое штукатурка в большом зале, это вот такой кусок камня, такой толщины где-то, ну, может, такой. И он такой, буш-ш-ш-ш, на сиденье в пал. Если бы он не встал, он бы погиб на месте. Здесь не падает, не волнуйтесь, все нормально. Нет, все хорошо, здесь ничего не падает, сто процентов. Я просто вам... И никогда в жизни такого я не видел. Ну, то есть, когда люди собираются в атмосферу любви, попадают, то начинаются какие-то катаклизмы. У нас разок на фестивале «Благость», на который я вас приглашаю, 15 мая будет в Анапе. Еще есть билеты, 200 мест еще есть, можно приехать на две недели, побыть с нами в атмосфере счастья. Вот. Когда мы объявили бой демоническим силам, что мы все равно проведем фестиваль, потому что начались какие-то катаклизмы, то буквально через два часа после того, как мы это сказали, что мы как бы все равно победим, все равно фестиваль состоится, произошло три события сразу. Первое событие — нас ограбили. То есть, своровали аппаратуру, часть аппаратуры, чтобы нельзя было говорить. Вот. Второе событие — у одной женщины обнаружили вирусный гепатит. Вирусный гепатит. Это означает, что надо делать срочно, ну как бы всех людей немедленно обследовать. И выводить, ну карантин, то есть все закрывается, фестиваль заканчивается. И третья женщина, у ней, она приехала, вот у ней недавно был микроинсульт, и у нее тоже прединсультное состояние такое. Мы справились со всеми этими ситуациями, с тремя, но мы решили больше демоническим силам боя не объявлять во время фестиваля, потому что нам хотелось, чтобы все нормально было. То есть, видите, есть силы, которые препятствуют нам быть счастливыми. То есть, у нас мы живем в скованной ситуации. В Москве очень трудно встречаться с духовными людьми, потому что много времени уходит на работу, на поездку на работу, на поездки с работы и так далее. Жизнь у людей очень скована. Причина такой скованности заключается в том, что чем больше человек хочет зарабатывать деньги, и чем больше он на это организации своей жизни кладет, тем тяжелее ему становится жить. Вот, допустим, люди, которые живут в пригородах или вообще, допустим, в таких каких-то маленьких городах, они больше контактируют со свежим воздухом, с природой, больше контактируют с друг другом, потому что у них больше времени общаться есть. И они при этом зарабатывают в пропорции, в эквиваленте столько же денег, сколько москвичи. Понимаете? То есть вот мы не почувствовали, что мы меньше зарабатываем, уехав из Москвы. Меньше аренды, меньше стоимость продуктов, меньше стоимость домов, жилья, в котором мы живем. Ну, то есть получается все дешевле, и поэтому пропорции получаются то же самое. Нет смысла, это означает, что нет смысла так сильно напрягаться для поддержания своей жизни. Есть смысл понять, в чем заключается счастье человеческое. Смотрите, с одной стороны, то, что я вам уже рассказывал, вот эти вот стихи, изысканные, возвышенные, в которых говорится, что соприкосновение с именем Бога, соприкосновением со святым человеком приносит счастье. Есть также стихи возвышенные, которые говорят о том, что изучение священных писаний приносит возвышенное счастье. «Ой, искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шимат-Бхагаватам, зрелый плод, дерево желаний ведической литературы! Он изошел из уст Шукадевы Госвами, отчего стал еще слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил счастье всем, включая и освобожденные от страданий души». Этот стих говорит о том, что, когда человек слушает священное писание, он обретает глубочайшее сладкое чувство счастья, которое ни с чем невозможно сравнить. Это сравнивается со зрелым плодом манго, который настолько нектарный, что сок сочится из него. Таким образом, три составляющие счастья основные человеческой жизни — это священные писания, которые дают знания о Боге, наставники, святые люди, которые дают нам возможность с Богом соприкоснуться, потому что единственный способ быстро, могущественно соприкоснуться с Богом в наше время — это произносить молитву, обращенную к Богу. Или в нашей духовной традиции это означает произносить имена Бога. Итак, когда человек соприкасается с священными писаниями, он узнает, кто такие святые люди, он получает наставника себе в жизни. Наставник учит его произносить имена Бога. Имена Бога учит его пониманию, кто такой наставник, учит его ощущению святости. Когда человек обретает святость, он начинает правильно воспринимать священные писания. Когда он правильно воспринимает священные писания, он глубже отношения со своим духовным учителем строит. Когда более глубокие отношения с духовным учителем дают ему возможность более сладко повторять имена Бога и так далее. Это всё зацикливается, и человек живёт в духовной реальности всё глубже и глубже, и глубже, и глубже, и глубже. И у него нет никакой усталости от такой жизни. Вот сейчас, если вы захотите служить Богу, как можно служить Богу? Для этого не надо брать в руки лопату сейчас и идти копать газоны. Хотя это тоже служение Богу и очень возвышенное. Но здесь, вот в этом месте, уникальный вид служения Богу сейчас будет. Надо для Бога танцевать и петь, и кушать освященную пищу. Не для себя, не для того, чтобы насытить свой желудок, а для того, чтобы удовлетворить Бога. Танцевать, петь, любить друг друга, всем желать счастья и ни на кого не обижаться. Когда вы будете находиться в таком настроении здесь, какое-то время, вы не устанете. А торт будет, потому что мы не успеваем приготовить его, и он будет раздаваться после спектакля. Я вам раздам цветочки из этого, если что у меня есть. Пожалуйста, оставайтесь на этом фестивале дальше. Если вы хотите путь к счастью обрести, то это счастье находится там, где есть лебеди. Сейчас вам пишу, это ведическое тоже сравнение. В ведах объясняется, что обычный мир, в котором люди стремятся к своему счастью, это мир, в котором мы живем среди ворон. Потому что вороны, они живут на свалках и кушают отбросы. Когда человек постоянно думает о своем счастье, то в ведах говорится, что он кушает отбросы своей кармы. Потому что, смотрите, мы, допустим, спрашиваем друг друга, как у тебя дела? У меня хорошо, а у тебя как? И у меня хорошо. Хорошо означает, не болею, нет, деньги есть, не болею, жена есть, дети есть. Ну, то есть, это означает, что все это хорошо, что значит? Хорошая карма. Потому что, когда жена ушла, означает плохая карма. Денег нет, плохая карма, заболел, плохая карма. То есть, по факту, счастье в этом мире означает просто, что нет плохой кармы. Видите, то есть, мы в своем счастье зависим от кармы. А карма, это считается, сравнивается в ведах. Если человек хочет зависеть от кармы, это все равно, что он зависит от отбросов. Ну, то есть, есть настоящее счастье, а есть настоящая пища, да? А есть те, кто питается уже на свалке, после того, как остальные поели. Понимаете, вот когда человек живет вот этой радостью того, что у меня все будет хорошо. Хотя в этом мире хорошо и плохо имеет одинаковое количество. То есть, монета у нас такая, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. И поэтому невозможно рассчитывать на только хорошо. Будет половина хорошо, половина плохо в этом мире. Что касается кармы. Если мы рассчитываем на карму, как у тебя дела? Все хорошо. А у тебя как? У меня тоже хорошо. Меня один родственник сегодня поздравлял. Он не занимается духовной практикой. И он воспринимает вот счастье вот таким образом, как он меня поздравил. Он мне сказал, Олег, ну, чтобы ты был богатым, всегда веселым, чтобы тебя все любили, чтобы у тебя была красивая одежда, чтобы у тебя в семье было все хорошо, чтобы ты не болел, самое главное. И, то есть, он мне говорит, я желаю тебе хорошей кармы. Желаю тебе этих отбросов, вот, которым питаются вороны. И, как бы, живи среди этих отбросов, вот. Не понимая, что плохая карма тоже придет обязательно. И поэтому думать об этом, чтобы всегда была только хорошая карма, это просто безумие. Просто безумие. И ради вороны, они живут ради этого безумия. То есть, они чем занимаются? Они постоянно каркают. Почему? Потому что, когда человек стремится к счастью, к своему личному, и он никогда не получит его в полной степени в этом мире, потому что в этом мире энергия счастья постоянно гаснет. Смотрите, мы стареем, мы не молодеем. Человек рождается, сразу стареть начинает тут же. Этот мир стареет, то есть счастье здесь уменьшается. Старость означает уменьшение счастья. И так как люди чувствуют уменьшение счастья, они хотят увеличения счастья, они хотят наслаждаться этим миром. Они верят в то, что будет все хорошо в будущем. Птица счастья с завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня, выбери меня Птица счастья с завтрашнего дня Понимаете? То есть, человек верит, что у него счастье будет обязательно в этой жизни. Он верит в эту жизнь. И еще не каркает. Пока он верит, он не каркает. Вороны иногда сидят, просто мечтают. Но в основном каркают, потому что мечты, мечты, где ваша сладость. Мечты ушли, а сладилась гадость. И так как счастье в будущем, поэтому надо думать о будущем всегда. Люди, которые вороны, всегда верят в будущее. Своё будущее счастье. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Всё ещё впереди. Всё ещё впереди. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Всё ещё впереди. Всё ещё впереди. А впереди старость, болезнь и смерть. Ну, что касается жизни в этом теле, если говорить о жизни в этом теле. Но есть ещё лебеди, понимаете? И вороны постоянно каркают. Почему они каркают? Части не хватает. Они каркают. Правительство плохое. Вокруг одни секты. Они каркают. Пища плохая у нас. Экология плохая. Жить нам здесь плохо. Все козлы. Вороны — это их занятие постоянно. Если как бы эту литературу, которую вороны создают, взять газеты, журналы, телевидение. Одно карканье там постоянно. Этого убили там-то. Тех повесили там-то. Этих наводнило. Тех побило. И постоянно каркают, каркают, каркают. Вот. Ведь много же хорошего происходит в этом мире. Представьте, допустим, другие новости. Сидит такая девушка, такая, религиозного вида. И так как говорит. В Гондурасе накормили нищих. В Никарагуа провели акцию заботы о пожилых людях. А там, в Мозамбике, все собрались и вскопали весь город, сейчас весь город в цветах. А в Москве провели демонстрацию протеста против демонстрации протеста. И на этой демонстрации все смеялись, радовались, спели и танцевали. Представляете, вы такие новости, если услышите по телевизору. Вам станет так классно. Понимаете почему? Потому что лебеди — это всегда очень чисто и светло. Жить в обществе лебедей означает не каркать. Первое, что в обществе лебедей надо — не каркать. Ну то есть не надо, когда ты пришел в общество лебедей, не надо обсуждать правительство. Не надо обсуждать другие веры. Не надо обсуждать, что все плохо в этом мире. Не надо как бы вот этим заниматься, потому что это карканье здесь не нужно. В обществе лебедей прославляют Бога. В обществе лебедей думают о Боге, поют, танцуют, веселятся. Вы заметите, что сейчас многие будут петь и танцевать, а у вас тело сковано. То есть вы не привыкли петь и танцевать. Вы привыкли сидеть у телевизора, смотреть эти новости, как бы хреновости вот эти вот. А танцевать, пить как-то не привыкли. Поэтому вайшнавы будут вас вовлекать, они будут подтанцовывать к вам, брать вас за ручку, чтобы вы тоже. Потом вы сами начнёте танцевать, других будете как бы брать за ручку. И так постепенно все начнут танцевать, радоваться, петь. И некоторые говорят, для Бога не надо танцевать, для Него надо плакать. Да, в вайшнавской традиции есть такая практика, возвышенная практика слёз о Боге. Очень высокий уровень развития Личности. Веды говорят, что человек, который действительно плакит в разлуке с Богом, это очень высокий уровень. Но в начальных этапах духовной жизни человек должен радоваться о Боге, радоваться, а не плакать. Потому что плакать захочется потом, когда сердце будет скучать по Господу. Скучает душа моя по тебе, Господи. Понимаете? Но так как у нас пока не скучает, поэтому мы должны танцевать, петь о Боге, радоваться. И Бог будет радоваться нам. И так мы будем с Ним знакомиться. Путь к счастью означает путь к служению Бога. Нет другого пути к счастью в этом мире. Если кто-то думает, что путь к счастью означает путь к успеху в этой жизни, путь к развитию, путь к деньгам. У нас вчера был семинар для лидеров, пришло более 200 человек. В основном лидеры, люди, которые там как-то управляют другими людьми. И вот цель четырехчасового семинара была только одна. Показать лидерам, что счастье не заключается в том, чтобы эксплуатировать свою возможность управлять людьми. Счастье заключается только в том, чтобы сделать их счастливыми, тех людей, которыми ты управляешь. Я думаю, что семинар получился, потому что многие лидеры задумались об этом, что лидером надо быть для того, чтобы служить. И поэтому кто такие общество лебедей? Смотрите, лебеди плавают в чистых местах. Чистые места — это места, где не занимаются чувственными темами. То есть чистые места — это те места, в которых люди не обсуждают, как лучше жить, как нам быть счастливыми в этом мире. Чистые места — это места, в которых люди служат друг другу, заботятся друг о друге, поют, думают о Боге и прославляют Его, готовят пищу для Бога и распространяют всем людям, которые собрались здесь, освященную пищу. Чистые места — там, где живут лебеди. Лебеди не живут в грязных водоемах, они живут в чистых местах. Дальше лебеди дружат чем? Сердцами. Лебеди находятся друг с другом рядом. Вот вороны, им надо нос к носу сидеть и каркать прям друг на друга. Вот обсуждать все, обсуждать вопросы все. Давай обсудим все вопросы нашей жизни. Давай обсудим, давай поговорим, обсудим. Все это заканчивается скандалом обычно. Но лебеди ничего не обсуждают. Они постоянно думают о Боге, они прославляют Бога. У них есть какие-то трудности в жизни, но они терпят эти трудности. Они не пытаются это решать с помощью бла-бла. Лебеди решают трудности все с помощью служения. Чем больше человек служит Богу, повторяет имена Бога, чем чище сердце и легче жить. И трудности все развеиваются. Лебеди не смотрят друг на друга, они плавают в одном направлении. Они плывут в одном направлении, и так как они белые птицы, они белые птицы, поэтому Бог заботится о них. Есть черные птицы, которые думают только о себе, а есть белые птицы, которые про себя забыли. Они хотят другим служить. И белые птицы, в чем забота Господа заключается? В том, что белая птица, она когда плывет, у ней перья смочены маслом, выделяется тело, масло определенное, и в результате не смачивается тело водой. Если человек хочет жить для Бога, он живет в том же самом мире. Те же самые люди вокруг, все вокруг кричат, ругаются и матерятся о том, что все плохо. Но люди, которые служат для Бога, они не смачиваются водой этой материальной жизни. Они потому что имеют иммунитет на это. Когда человек постоянно думает о Боге, о служении Ему, то у него есть иммунитет на эти темы, которые оскверняют сознание. Это еще одно лебединое свойство. И еще одно лебединое свойство заключается в том, что даже когда лебедю дают попить воды с молоком, то он делает специальные движения клювом, в котором вода вращается, и на стенках рта остается молоко. А вода потом вся выплевывается. То есть он, получается, отделяет молоко от воды. То есть лебедь может отделять суть. Молоко означает суть, это энергия любви. Молоко — это энергия любви. Суть жизни — это энергия любви. Человек должен учиться любить других. Энергия любви проявляется только в любви к другим. Когда человек начинает думать о себе, то энергия любви в это время он ее уничтожает, он ее съедает, энергия любви. Лебедь отфильтровывает молоко. То есть что он делает? Он энергию любви для нее начинает жить. А воду выплевывает. Лебеди не хотят жить для простой болтовни. Вода, считается вода, означает простая болтовня. Лебеди говорят только о Боге. Лебеди хотят говорить о возвышенной жизни, о Боге, о чем-то возвышенном. Они хотят обсуждать, сплетничать, клеветать, плохо думать о других. Они хотят думать только о чем-то возвышенном. Они хотят жить возвышенной, чистой жизнью. Им неинтересно думать о плохом обо всем. Потому что почему плохо все происходит? Потому что мы поражены грехом. Жизнь в этом мире поражена грехом. Вы, допустим, спросите меня, Олег Геннадьевич, а если соберутся одни благочестивые люди? Вот представьте, Москва, 8 миллионов человек лебедей. Олег Геннадьевич, что-то внешне изменится? Веды утверждают, что если 8 миллионов лебедей соберется в Москве, то климат наладится, птицы начнут слетаться в эту местность. Не вороны, а красивые пернатые птицы. В этой местности начнут расти хорошие урожаи. В этой местности животные, не крысы будут бегать по городу, а попугайчики и так далее. Все поменяется, понимаете? И вы скажете, Олег Геннадьевич, вы сочинитель. Хорошо, я приведу вам пример. Я знаю место, где 150 человек собралось, лебедей, жить вместе. Это в Венгрии есть такая община вайшнауф, где люди постоянно молятся Богу, они как бы живут на земле самодостаточной жизнью, сами выращивают все, живут простой жизнью и ничего не сильно хотят там от этой жизни, кроме служения Богу. В этом месте установился хороший климат, где по бокам идет дождь, у них солнце светит. В это место начали слетаться птицы, и в этом месте обнаружено рекордное количество во всей Венгрии 150 видов птиц. Ну то есть все птицы туда летят, потому что все хотят нектара, все хотят в атмосфере счастья. И не только птицы туда летят. Вот представьте, люди просто начали чистой жизнью жить. 50 тысяч туристов туда приезжают в год, чтобы посмотреть, как они живут. Им даже не надо там сильно напрягаться, чтобы жить, потому что эти туристы, они обеспечивают всю их жизнь. Понимаете? Все хотят увидеть лебедей. Ворон кто-то хочет увидеть, нет? Все хотят лебедей увидеть. Если мы видим, допустим, лебедей, или аистов там, да, или журавлей, мы радуемся, сердце радуется. То есть все хотят видеть возвышенное, все хотят видеть чистое. У меня когда была церемония, бракосочетание происходило, было, зажгли огонь, и читались ведические гимны, то в этот день солнце, было яркое солнце, и на фоне яркого солнца пошел дождь. Обычно, когда идет дождь, тучи, да? Но туч не было. Было яркое солнце светило, и шел дождь одновременно. Дождик такой не сильный, такой дождик поморосил приятный. И в это время, когда началось вот это жертвоприношение, прилетел аист и сел, так как там не было деревьев рядом таких вот, там были просто столбы эти с фонарями. Он сел на столб с фонарем и смотрел прямо на это жертвоприношение целых 3-4 часа. А потом опять улетел, когда это все закончилось. Это все означает благоприятные знаки. Когда происходит что-то чистое и светлое, то слетаются аисты. Вот сюда, по нашим подсчетам, сегодня прилетит, уже прилетело порядка 800 лебедей, аистов и журавлей. Вот. И слетится еще столько же примерно, до 9 часов вечера. А может быть и больше. Вот. И, допустим, вы можете спросить, а где на хороших людей-то найти? А вот здесь. Вот вы все хорошие люди. Потому что, когда человек сидит и целых 2 часа слушает о духовной жизни, о Боге, это значит, его уши пропитаны бальзамом любви. Это значит, его сердце тянется к Богу. И это значит, что он лебедь по своей природе. У него, может быть, немножко перышки еще черные снаружи, но внутри уже чистые, светлые, беленькие. Вот. И когда вы начнете танцевать, все эти чернота все отпадет, и вы начнете, вы станете прекрасными все, удивительными. Поэтому счастье, путь к счастью — это путь к Богу. Нет другого пути. Есть разные настроения этого пути к счастью. Все эти настроения чудесны. Некоторые сразу плачут по Богу, некоторые сначала танцуют, потом плачут. Но по-любому мы разлучены с Богом. Мы здесь, в этом мире, разлучены с Богом. И поэтому кто-то в этой разлуке хочет не в тоске проводить время, а в любви. И это один вкус. Кто-то думает о Боге, молчит о Боге больше, созерцает. Кто-то плачет о Боге. Есть разные духовные настроения, и поэтому есть разные духовные традиции. Нет никакого приоритета в этом. У кого какое настроение, кому больше нравится, как жить с Богом в своем сердце, тот так и выбирает. Я вот, так как я, в целом, человек такой, не сильно способный скучать по Богу. Не сильно способный, потому что сердце тупое, холодное. И злое. Поэтому я, когда увидел, как люди танцуют по Богу, и кушают сладкую пищу, не горькую, а сладкую пищу, кушают по Богу, я очень почувствовал большую радость. Я понял, что я должен быть здесь. Потому что мне хочется петь о Боге, танцевать о Боге, хочется любить всех вокруг о Боге, и хочется вот этого сладкого вкуса. Душа моя мечтает об этом сладком вкусе, отношении с лебедями, которые собрались здесь, с лебедями, которые собрались и собираются в таких чистых и светлых местах. Путь к счастью — это путь к святости. Это путь к святости. Он очень сложный, этот путь. Почему? Потому что есть сила, которая заставляет нас жить по-другому. Это сила нашей судьбы. Из этой силы соткан этот мир. И этот мир поэтому называется тюрьмой для души. Почему? Потому что он душу ввергает постоянно в борьбу за свое счастье в этом мире. Ввергает каждую секунду. Вот сейчас вы чуть-чуть забудетесь, вы начнете вспоминать сразу о том, что я кушать хочу, я еще не замужем, у меня работа плохая, мне надо нормальную квартиру, и надо с Москвы сваливать, как Олег Геннадьевич сказал, о возможности нет. И мыслим этих нет ни конца и края. Мыслим этим нет ни конца и края. Почему? Потому что так действуют силы на нашу судьбу. Эти силы называются гуны материальной природы. Силы сковывают наше существо, они постоянно заставляют нас думать о себе, о себе, о себе, о себе. Но мы должны силой внутренней решимости заставить себя идти туда, где собираются лебеди. Постепенно это желание быть с лебедями в сердце, оно станет очень глубоким. И у человека вот этот сладкий вкус духовной жизни даже дома будет оставаться таким же сладким и сильным. И он не будет гаснуть. И жизнь постепенно станет вот такой сладкой, чистой и светлой. И это означает, что человек становится счастливым. Он каждый день хочет молиться, каждый день хочет читать о Боге. Он хочет говорить о Боге. Он хочет думать о Боге. Он хочет забыть о своих проблемах. И когда ему говорят все вокруг, забудешь о проблемах, станешь нищим, несчастным, бедным, больным. Это всё просто невежество. Потому что когда человек думает о Боге, то что происходит? Лотос удачи начинает рождаться в его сердце. Как он этот лотос удачи проявляется во внешней жизни? Сейчас я вам расскажу. Первое. У человека отшибает всякий интерес к материальному счастью. Ему неинтересна слава, сильное богатство какое-то большое. Всё это он чувствует пустым. Но самое удивительное заключается в том, что параллельно с этим происходят другие вещи. Когда человек, лотос удачи в сердце человека восходит, качества характера его сами собой меняются. Он становится лучше по характеру. Если человек становится лучше по характеру, он находит окружение более возвышенных людей. Эти более возвышенные люди заботятся о нём более качественно. Эта более качественная забота приводит к успеху. Человек, который имеет хороший характер, ему не нужно слишком много работать, чтобы зарабатывать деньги. Это происходит у него само собой, потому что он попадает в общество людей, которые заботятся о нём. И так человек, который думает о Боге, само собой получает нормальную, обеспеченную жизнь в этом мире. Как это происходит, это секрет. Нет, ни один семинар по успеху в бизнесе вас этому не научит. Все семинары по успеху в бизнесе учат человека думать о своих материальных желаниях и всё больше попадать в материальное рабство. Меня один человек вчера спросил на семинаре, «А почему вот мой один друг, у него на фирме, все так сильно работают, напрягаются, у них постоянно одни проблемы, и постоянно им так тяжело жить?» Я ему объяснил, что чем больше человек хочет счастья в материальном мире, чем больше он тянет руку, тем больше ему приходится работать. Чем больше ему приходится работать, тем больше скандалов и раздоров, потому что психика напряжена. Чем больше скандалов и раздоров, тем отрицательная энергия вокруг распространяется, и тем меньше счастья достается. Понимаете? Чем больше человек хочет счастья, тем больше ему надо работать, и тем меньше счастья ему под конец достается. В конечном счете. Чем больше человек думает о Боге и служит другим, тем он светлее становится, тем больше он привлекает энергию счастья к себе, тем легче ему работать, легче жить. И всё это тайно. Объяснить это логическим путём невозможно. Человек просто начинает думать о Боге, знакомиться с хорошими людьми. Эти люди его устраивают на нормальную работу. Он знакомится, девушка знакомится с нормальным мужчиной, который стремится к Богу. У них возникает более-менее нормальная жизнь, потому что когда семейная жизнь возникает, всё равно эта семейная жизнь, эта энергия эгоизма возрастает в сотни раз. И так как она возрастает, всё равно там будут скандалы обязательно. Поэтому не надо думать, что вот мы сейчас встретились в религиозной среде, у нас в семье не будет скандалов. Будут обязательно, потому что вы же хотите наслаждаться друг другом, значит будут страдания обязательно. Но если люди развиваются в духовной среде, они перестают думать друг о друге, они начинают думать, как служить Богу вместе, и в этом случае скандалы заканчиваются уже. Начинается счастье. Поэтому жить для Бога всегда прекрасно, хорошо и удивительно. На этом пути нет никаких потерь, на этом пути нет нищеты, на этом пути нет раздоров, нет разногласий, нет глупости, нет фанатизма. Некоторые думают, вот пойду религиозным путём, стану фанатиком религиозным. А кто такие фанатики религиозные? Фанатики — это те, кто не любят другие веры. Вот это фанатики религиозные. Это те, кто постоянно в ненависти находится к людям, которые не моей духовной традиции. Но по определению верующий человек — это человек, сердце которого соткано из нектара, в нём нет фанатизма, в нём нет злобы. Фанатики — это те, кто не понял, куда они попали. Это те люди, которые ещё не религиозные по своей природе. В нашей культуре ведической фанатиков называют начинающими верующими, неофитами. То есть людьми, которые по факту не поняли, что такое духовная жизнь. Они просто лижут банку мёда снаружи, пытаясь через стекло почувствовать сладкий вкус. Пока человек оскорбляет верующих людей других традиций духовных, постоянно всех критикует, он никогда не сможет сладкий вкус отношений с Богом почувствовать, потому что Бог является другом каждого живого существа. Каждого человека, независимо от того, к какой вере он относится, не имеет значения. Бог любит всех одинаково, потому что Он эти веры нам сам и дал. Это всё в этом мире от Бога идёт. Какие у вас есть вопросы ко мне сегодня? Я с вами поделился самым сокровенным сегодня здесь, в этом удивительном зале, в удивительной атмосфере, в присутствии Господа, в присутствии Его слуг, в присутствии моего духовного наставника, в Актиананта Кришны Махараджа. Я вам открыл своё сердце, сказал всю правду. Теперь ваши вопросы. Не стесняйся. Как? Есть второй микрофон у нас ещё? Есть ещё один микрофон, чтобы люди могли вопросы задавать, потому что я не слышу, что у меня спросили. Можете подойти и спросить поближе, или передать вопрос? Хороший у вас вопрос. Как понять? Вот я, допустим, служу близким людям. Как понять, когда надо перестать служить, когда надо начать их воспитывать? Может, я что-то неправильно делаю? Вот микрофончик уже. Всё, можете садиться на место с микрофоном. С микрофоном, с микрофоном. Мы с вами будем сейчас диалог продолжать. Вот смотрите. Смотрите, у нас в сердце есть очень тайное желание наслаждаться жизнью. Как в сердце женщины это желание проявляется? Как проявляется в сердце мужчины? Мужчина, ему легко отдавать что-то для жены. Но делать что-то для жены тяжело. Допустим, мужчина работает на работе, ему нравится трудиться в социуме. И, допустим, если жена хорошая, он готов ей отдать эти деньги, которые он заработал. Ему несложно отдавать. Но служить жене тяжело, потому что, ну, такая так природа мужчины работает. И, допустим, если жена ему говорит, подмети пол в доме, то для него это большая скеза. Он, может быть, там работает дворником на работе и целый день подметает пол. Целый день может подметать пол на работе, но когда жена в доме, ему просит подметать пол. Тот же самый пол. Дает ту же самую метлу. Ему тяжело. Почему? Потому что мужчина в доме хочется, ему хочется отдыхать. Он домой приходит, попадает в энергию, женскую энергию, женскую энергию. Попадает в дом, сотканный женской энергией. Мужчина там, ему хочется расслабиться, там отдыхать. Его заставляют работать, ему тяжело. Женщина очень склонна служить. Ей легко заботиться, служить о близких. Но отдавать что-то близким тяжело. Все наоборот. Вот смотрите, как-то непонятно женщинам, как это служить и не отдавать. Сейчас объясню. Все очень просто. Смотрите, допустим, я служу близким людям, готовлю им пищу. Но если вот глубоко вкопнуть тему, то часто женщина, спасибо большое, она готовит пищу, знаете, для чего? Для того, чтобы муж стал счастливым, успокоился и приносил мне радость к такому настроению. Когда муж покушал, он в хорошем настроении, женщине сразу хорошо становится. Она чувствует счастье, ей хорошо рядом с этим успокоенным человеком уже. он уже не злится, глаза не вращаются у него, говорит приятные слова и как бы становится хорошо очень. И женщина думает, скорее бы он покушал уже, ну сколько может, давай быстрее, быстрее кушай. Чтобы покушал, успокоился, расслабился, все, с ним становится приятно. Часто женщина вот ради этого настроения, этого чувства, что было приятно рядом с близким человеком, она ему готовит покушать. Если муж покушал, не сказал спасибо, не сделал ничего приятного, встал из-за стола и пошел, она не чувствует счастья от этого, потому что она готовила для своего же собственного счастья. Видите, женщине легко служить в доме, тяжело отдавать. Мужчине тяжело служить, легко отдавать, но хрен редкий и не слаще. Все одно и то же, просто мы эгоисты все, просто по-разному. И так как мы противоположные эгоисты, поэтому получается иногда минус на плюс, получается гармония. Да? Иногда минус на плюс, получается война. То есть и то, и другое означает эгоизм. Потому что в этих отношениях мужчины и женщины нет выхода, они скованы полностью, насквозь, эгоизмом и страданием. Поэтому женщина должна готовить для Бога, а не для мужа. Для Бога в доме. Она должна думать о Боге, готовить для Бога. И мужу, как служение Богу, давать пищу, освященную Богом. Когда она мужу такую пищу дает, она его кормит чистой пищей, в которой нет греха. В этом случае она служит мужу. Конечно, служит. Но если она будет думать, что она служит мужу, то в этот момент она опять настроится неправильно и будет ждать от мужа опять, чтобы он меня похвалил. Понимаете, женщина должна ждать от Бога. Она должна для Бога готовить, ждать от Бога. А мужу она должна служить. Бескорыстно. Бескорыстно означает ничего не ждать. Ничего не ждать. Просто приготовить и все. И самое высшее проявление служения является открытие сердца. Сердца друг к другу открывать могут только сильные люди. Душевно сильные люди. И часто открытие сердца это высшее проявление любви. Открытие сердца. И открывать сердце могут только возвышенные люди друг к другу. Только возвышенные. Потому что говорить правду нужно с любовью всегда. И меня девушка спросила, Олег Геннадьевич, когда надо закончить служить и начинать воспитывать близких людей? Это означает, что она не понимает, что такое служение. Самое высшее проявление любви и воспитания близкому человеку, то есть служение близкому человеку, это его воспитывать. Это говорить ему правду, но с любовью. Понимаете? Мы-то как говорим? Когда мне перестать надо наслаждаться служением близкому человеку, и когда надо начинать его мучить? Ответ такой. Когда ты наслаждаешься служением близкому человеку, он от этого служения наглеет. И когда он совсем обнаглеет, тебе надо его начать мучить. И то, и другое любовью не называется. Микрофончик у кого? А? Вы понимаете, о чем я говорю? Поняла? Не совсем еще поняла. Слушайте дальше. Слушайте дальше. Смотрите. Любовь настоящая, она бескомпромиссна по природе. Она не боится потерять ничего. Она просто говорит правду с любовью. Понимаете? Настоящая любовь, она служит без оскомины, что мое служение не приняли с уважением ко мне. Но по отношению к мужу такая любовь настоящая невозможна. Понимаете? Между мужчиной и женщиной любовь имеет очень корыстную, вязкую, желающую наслаждаться природу. Поэтому надо перестать смотреть друг на друга. Вы сейчас очень сильно сосредоточены на муже. Надо начать смотреть в одну сторону. Надо перестать как вороны жить, начать как лебеди. Лебеди плавают в одном направлении. Они не упираются на носами друг друга, не каркают друг на друга. Лебеди плывут вперед. Как воспитывать мужа? Можно сказать ему правду, но не нужно к этому придавать слишком большого значения. Можно сказать, наверное, лучше бы было, если бы ты начал самосовершенствованием заниматься. И сказать это как в шутку. Но сердце его поймет, о чем речь. Чем больше любви, тем больше понимания. Но если вы говорите, не ты замучил меня, как ворона живешь. Я тут лебедь рядом с тобой. Понимаете? То есть не поймет. Он подумает, это я лебедь, а ты ворона. Все наоборот. Вот, понимаете? Не поймет. В этом мире нет справедливости. Чем больше вы... Ну, если вы служите для Бога, готовите пищу для Бога, кормите мужа, он очищает свое существование. Это написано в Бхагавадгите. Когда человек кушает освященную пищу, жизнь его становится светлой и чистой. И от этого, так как он очищается, у него просыпается совесть, уважение. И он начнет вас понимать, уважать. И жить другим человеком станет, кушая освященную пищу. Но когда вы готовите для него, вы в это время кормите его только одним грехом. Потому что вы, когда готовите для него, вы ждете счастья от него. А человек не может другому человеку подарить счастье, потому что мы сами нуждаемся в энергии счастья. Мы нуждающиеся здесь, а не дающие. Понимаете? Поэтому он и грабит вас. Он грабит вашу красоту, а вы грабите его успех. Понимаете, женщина выходит замуж для того, чтобы мужчина обеспечивал ее беззаботной жизнью, успехом своим, своей силой, могуществом, смелостью, добротой, порядочностью. Она грабит его силы. Она забирает силы у мужчины. Женщина грабит силы у мужчины. Все, что у него есть в силе, она забирает у него для своего наслаждения, благополучия. А мужчина грабит у женщины красоту. Он наслаждается его красотой. Женщина наслаждается силой мужчины, могуществом. Мужчина наслаждается красотой женщины. Кто из них прав? Вам вопрос? Что делать? То, что вы говорите. А? То, что вы говорите, служить для Бога получается. Получается служить для Бога. Что-то скучно получается все. Ну, это сложно понять. Да, теоретически сложно. Но на практике легко. Вот смотрите, сейчас мы будем петь и танцевать, подключайтесь. Хорошо? Хорошо. Будете с нами петь и танцевать. И потом приходите домой, такая счастливая к мужу. И он тоже счастливым становится. И все печали, как бы они забыты. Потому что энергия счастья пропитала вашу жизнь. И то, что вас волновало, уже сейчас не волнует. Потом, да переживем как-нибудь со своим эгоизмом. У тебя своего хватает, у меня своего. Но в целом все хорошо. Почему вы сейчас в печали находитесь? Потому что вам счастья не хватает. А вы ждете его от мужа. Думаете, может Олег Геннадьевич его повоспитывать, мужа-то, чтобы счастья больше было? Нет. От этого счастья больше не будет. Вы просто обмануты. Вы думаете, что счастье человек должен от мужа получать. И поэтому замуж вышли. А замуж на самом деле вы вышли, чтобы выполнять свои обязанности перед мужем. Чтобы ему служить. Вы не для счастья замуж вышли. Если вы будете думать о своем счастье, находясь замужем, вы будете страдать еще больше. А вот счастье надо получать в этих песнях и танцах для Бога. Вот там надо искать счастье. Только там оно есть. А там, где вы его ждете, его нет. Ваша проблема только в том, что вы обмануты судьбой. Вы не знаете, где настоящее счастье. Понятно? Не знаете. Вот настоящее счастье моего дня рождения заключается в том, чтобы служить Богу в это время. Служить Богу в это время. А поздравления, которые будут приходить, не являются моим счастьем. Это будет счастьем тех, кто поздравляет. Потому что мое счастье — это служить. Я хочу служить. Я не хочу наслаждаться в этом мире. Я хочу служить. А вы чего хотите? Ну, микрофончик же у вас в руках. Скажите, чего вы хотите? Ну, если от мужа, то защита. Нет, вы чего хотите, наслаждаться или служить? Ну, наслаждаться. Ну, служить тоже мне нравится. Значит, вы будете страдать. Значит, вы будете страдать. Если вы хотите наслаждаться, будете страдать, значит. Ну, если вы скажете, я легендарь, но я вам наслаждаться хочу служить. Служить хочу, хочу быть счастливой. Тогда будьте счастливой. Тот, кто хочет служить, будет счастливой. Тот, кто ждет защиты, будет страдать. А если видишь, что человек не в ту сторону идет, не туда? Это значит, что вас судьба наказывает. Если видишь, что близкие люди пошли не туда, значит, карма плохая вышла из вашего сердца. Значит, пришло время вам экзамены сдавать в жизни, получать наказание от судьбы. Это значит, что вы наказаны. Не они, а вы. Потому что близкие люди для вас концерт играют. Вы для них концерт играете свой, они для вас. Они вам спектакль показывают, ваш спектакль. Это ваш спектакль, ваши судьбы. Вы-то в такой жизни заслужили, чтобы близкие не туда шли рядом с вами. Потому что вы сами шли не туда в прошлой жизни. Что делать? У вас есть два варианта. Скорбить. Или петь и танцевать для Бога. Что вы выбираете? Петь и танцевать. Все. Вы в это время можете петь и танцевать и думать, все равно нет счастья, муж, у меня не тебе дорога идет. И в это время петь и танцевать. Это уже сам обман. Это значит, что вы настолько скупая, что вы не можете даже быть счастливой, когда попали в атмосферу лебедей. Понимаете? То есть вам надо здесь по-лебединому жить. Надо петь и танцевать для Бога. Веря, что это работает. Хотя бы просто попробовать. Вы придете, вам легче станет в отношениях с мужем. Разок у меня совсем с женой было плохо в отношениях. Я думаю, наверное, мне пора семейной жизнью заканчивать жить. Буду отреченным человеком. Пришел ко своему наставнику, говорю, хочу отреченной жизни. Что-то у нас не клеится. Он говорит, ты жену-то пригласи свою. Я пригласил. Он говорит, ну рассказывайте, что вам не нравится, что вам не нравится. Она свое рассказала. Я свое рассказал. Начал смеяться. Смеется такой, смеется. Посмеялся такой. У вас все так классно. В отношениях. Но, говорит, одна проблема, вам не хватает духовной жизни. Потому что вы сильно друг на друге зациклены, вам не хватает духовной жизни. И мы начали больше духовной жизни, и все проблемы прошли. Пришло счастье. А у вас как в жизни? А если муж против того, чтобы я занималась, не хочет там ни на лекции ходить, ничего? То есть вы опять говорите не о себе, а о нем, да? Это все о нем называется, ваша песня, да? Ну и что не хочет, это нормально? А у кого хочет-то? Все хотят материальной жизни, никто духовный не хочет в этом мире. Нормально? Если муж не хочет, значит вы недостойны заниматься духовной практикой. Когда будет достойно, он захочет. Вот у меня все родственники не хотели, чтобы я духовной практикой занимался. Сейчас все захотели. Вот честно, все до одного. Им всем нравится, что я занимаюсь этой духовной практикой. Все до одного. Потому что Бог разрешил. Он сказал, пожалуйста, занимайся духовной практикой. Все, я тебе разрешаю. И через родственников это проявляется. А вам Бог разрешил? Ну по-разному бывает. То вроде бы не против. То когда какие-то проблемы... А, все-таки разрешил, значит. Вот так, 50 на 50. То против, то не против. Знаете, у вас так классно все в вашей семейной жизни. У вас все хорошо. Нам надо с нами вместе петь, танцевать сегодня. И я вам обещаю, что у вас будет так здорово в семейной жизни вашей. Вам надо поменьше думать об отношениях с мужем. Потому что это петля, которая затягивает карму на шее. Думайте больше о служении Богу. Поменьше об отношениях с мужем. Хотя боль возникает об этих отношениях. А боль притягивает в себе внимание. Вы победите боль. И начните петь и танцевать для Бога. В таком настроении. Я все смогу. Я клятвы не нарушу. Ну то есть для Бога. Вы поете здесь, танцуете несмотря ни на что. И постепенно счастья все больше и больше в вашем сердце будет. А это означает, карма побеждается. И когда очень много счастья в вашем сердце будет, вы придете домой. Так как у вас очень много счастья, а счастье дает любовь. То есть когда Господь в сердце радуется, человек становится любящим, а не нуждающимся. И вы придете домой и скажете своему мужу. Любимый! И вы эти радостная такая. И он подумает. Господи! Это что с моей женой произошло? Она перестала меня обвинять, скучать, печалиться перестала. И она теперь счастлива со мной. Потом он поймет это потому, что она ходит на духовные программы. Так все происходит. Один раз один духовный наставник сказал, ну как бы девушке, которая слушала его наставления, он сказал, ты, говорит, сегодня у меня к тебе задание. Ты просто мужу делай все, как он хочет. Служи ему радостно, счастливо. И для Бога это делал. Несмотря ни на что. Один день всего. Один день подвига. А потом как хочешь. Она такая пошла. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Такая пришла домой и начала вот так жить. Один день. Для мужа. И потом он прибежал к наставнику. Такой зашел к нему и говорит, я хочу посмотреть на этого человека, который сделал из моей мымры такую святую женщину. Видите, мы видим только недостатки в других. Вот сейчас в этой беседе, я вам очень благодарен за эту беседу, вскрылись ваши недостатки. Вы почувствовали это? Почувствовали? И вот все мы все так живем. Вот не только вы. Вот все, все, и я в том числе. Мы все находимся в этой иллюзии. Нам кажется, что все виноваты перед нами. Но на самом деле мы сами виноваты. Мы сами виноваты перед Богом. Мы забыли про Него. И поэтому он нам весь этот концерт создал. Давайте о нем вспомним. Сегодня на этом празднике удивительном, который один раз в жизни бывает. Я вот уже 20 лет. Это торт едет уже для вас. Вот 20 лет уже служу Богу, как могу. И 20 лет для меня каждый этот день единственный и неповторимый. Каждый день отношений с религиозными, духовными людьми единственный и неповторимый. Каждый день. Каждый день Ананта Кришна Махарадж для меня будет единственным и неповторимым. И особенно я вспоминаю тех духовных учителей, которые были рядом со мной, когда я начинал свою духовную жизнь. Некоторые из них уже ушли из этого мира. Я когда о них вспоминаю, слезы разлуки наворачиваются на мои глаза. И таким вот духовным учителем, возвышенным, чистым и светлым, который забыл про свою жизнь, надел оранжевые одежды и живет только для вашего блага и для вашего счастья, является Ананта Кришна Махарадж. Вспомните мои слова, что когда вы уже будете зрелы в духовной жизни, вы будете вспоминать его как первого человека, который подарил вам духовное счастье, танцуя рядом с вами, радуя ваши глаза бальзамом любви к Богу. И вы будете вспоминать его в любви и в разлуке. Будете вспоминать тех, кто рядом с вами был в то время, когда вы только соприкоснулись с духовной жизнью. Первый раз. Мне предложили разрезать торт для вас, а раздавать его будут после пира. Все равно. Еще один вопрос какой-то, если кто-то хочет задать, задайте. Хотя, наверное, со мной общаться непросто. Но если кто-то смелый человек такой есть, то, может быть, еще один вопрос можно. Доброго здоровья. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня зовут Александр. Благодарю вас заранее за ответ. У меня вопрос следующий. Что такое доверие в отношениях и как его сохранить? Александр? Да. Спасибо вам, Александр. У вас очень светлый взгляд, и вы глубокий человек. Понимаете, в этом мире мы рождены в страхе. И этот мир, он весь идет к смерти, и поэтому он вызывает страх. Доверие не свойственно людям, живущим в этом мире. Мы не доверяем этому миру, потому что он причинил нам очень много боли. И доверие — это энергия Бога, по факту. Это божественная сила, которая возникает в сердце человека из-за интенсивной и глубокой духовной практики. Когда человек в своей жизни начинает чувствовать вечность, что он никогда не умрет, когда он начинает чувствовать, что все вокруг... Вот смотрите, как чувствует духовно развитый человек людей окружающих. Ему неинтересны их черные перышки, ему неинтересны. Ему интересно в них только лебединое. Он хочет видеть в них красоту человеческую, теплоту. Он хочет видеть и в них веру в Бога. Он хочет видеть в них, как они служат Богу. Он хочет видеть в них красоту вот этой души. И когда человек только это хочет видеть, и больше ничего он в человеке видеть не хочет, тогда у него появляется доверие к человеку. Доверие основано на видении души в человеке в другом, а не на видении в нем недостатков. Понимаете? Доверие приходит из-за интенсивной духовной практики, когда взгляд человека оттачивается любовью к Богу. Когда мы видим высшую душу постоянно, мы в маленьких душах начинаем вот эту божественное разглядывать, мы становимся экспертами в том, чтобы увидеть красоту человеческую, которая является полным подобием божественной красоты. Просто она поменьше. Душа маленькая по природе. В ней есть та же самая красота, что в Боге. И доверие означает, что ты разглядел. Когда ты разглядел, такой человек стал другом для тебя. Понятно? Благодарю вас. Так вот. Спасибо вам большое. Расскажите про... Спасибо вам большое. Родительское благословение, если они не дали благословение. Дети без благословения женились, и дети родились. Ну, ничего страшного в этом нет. Сейчас я вам расскажу одну историю подпоследок. У нас осталось пять минут. Это ведическая история, описанная в Шимат-Багаватам. Господь, когда иногда приходит в этот мир, это как луч солнца на темную землю падает. Иногда ведь на этой земле бывает день, а не ночь. Согласны? Точно так же иногда на эту землю приходит Господь лично. Лично Сам. Он приносит свет в нашу жизнь в этом случае. Пять тысяч лет назад Господь Сам приходил на эту землю. И Он приходил для разных отношений. И когда Он был в детском теле, то Он дарил всем отношения ребенка и родителя. Родительскую любовь всем дарил. Возможность иметь, испытать к Нему родительскую любовь. Господь соткан из одной любви. И поэтому цель Его прихода это дарить любовь, учить любить. Учить людей любить. И вместе со своими друзьями Господь, находясь в этом теле ребенка, Он находился в лесу и выполнял задания, которые дали ему его родители. Он пас коров, телят пас. Ему было в это время еще семь лет всего. И он когда проголодался, он пришел в соседнее село и в этом селе священнослужители проводили жертвоприношения. То есть они служили Богу. Ну, они пели ведические мантры там различные для Бога, прославляя Бога. И сам Господь пришел, удовлетворенный их молитвами, попросить у них немного пищи, потому что мальчики все проголодались. Хотя Господь, Он не может голоден, не голоден, но такова была Его игра как бы в этом мире. Таково было чудо, которое Он проявлял, чтобы людей чему-то научить. И так как эти мудрецы, они гордились собой, они считали себя очень возвышенными, поэтому они не забетели, что сам Господь пришел к нему. Они сказали, мальчик, извини, нам некогда тебя кормить. Мы служим Богу сейчас в это время. И тогда этот ребенок, он пошел к женам, к женам этих возвышенных мудрецов, которые по факту проявили себя как атеисты. И он попросил у них покушать. И так как жены этих мудрецов были еще более возвышенными душами, то они угадали, поняли, кто пришел к ним. И они взяли с собой много еды, много пищи. Несмотря на то, что их сыновья, жены мудрецов, которые проводят религиозные обряды, они должны участвовать тоже в религиозных обрядах, по ведической традиции. Им надо было сейчас уже идти на этот религиозный обряд. И дети их говорили, пожалуйста, наши отцы ждут вас, идите к ним. Эти жены, они сказали своим детям, что мы пойдем туда, где находится Господь. И они пренебрегли в этот момент, пренебрегли наставлениями своих детей, своих братьев, своих мужей, что в ведической культуре считалось позором. Если жена пренебрегала этим всем, она отвергалась культурой, то есть она не считала нормальным человеком, она считалась, что она очень большая грешница и недостойна жить среди лебедей. Пока она не раскается, не совершит такой обет покаяния, она не могла жить дальше среди таких возвышенных людей. Несмотря на эту строгость, те жены этих бракунов, священников, они оставили своих мужей, несмотря на то, что их обязанности не были до конца выполненными, без жен это не считается, жертвоприношение завершенным, они пошли кормить самого Господа. Они принесли много пищи, и по факту не сам Господь просил пищи, он послал своих помощников к этим женам. Когда жены увидели самого Господа, когда они соприкоснулись с Ним в своем сердце, они полностью отреклись от этого мира, и они уже не захотели возвращаться назад домой. Они сказали, мы хотим вечно служить тебе. И тогда Он сказал им такие слова, возвращайтесь домой к своим мужьям, ваши мужья примут вас, так как вы пролили на них свою милость и очистили их существование. Когда жены мудрецов этих великих вернулись назад домой, то их мужья в виде сияния, которое исходило от них, они освободились от всех иллюзий, от всей гордости, начали проклинать свою жизнь за то, что у них предоставилась единственная возможность послужить Богу лично, и они эту возможность не использовали. Они проклинали то, что они мужья, проклинали свою жизнь, они проклинали свое высокое положение по сравнению к жене, и то, что они должны давать женам своим наставления, они стали считать наставниками своих жен духовными, и считали, что их жизнь прожита зря. Вот такая ведическая история. Поэтому веды говорят, что тот человек, который стремится к Богу, он никому не должен, потому что если люди близкие мешают ему служить Богу, они в конце концов в этом раскаются и возвысятся таким образом, несомненно. Поэтому не значит, что нужно себя родственникам противопоставлять. Лучше всего так ходить на духовные мероприятия, чтобы это не вызывало слишком большого внимания и протеста у тех людей, которые живут обычной жизнью. Знайте, что все в этом мире стремятся жить для себя и когда человек начинает жить чуть-чуть для Бога и для других. Это у всех без исключения близких людей вызывает в сердце протест. Так всегда было и всегда будет, поэтому ничего не бойтесь, все хорошо у вас в жизни идет. Кто задал мне этот вопрос? А, это по записке. Расскажите про родительское благословение. Родительские благословения иногда нужны, иногда родители живут невежественной жизнью и не обязательно просить их благословения. Если вы чувствуете, что вы делаете хорошее дело, то спросите это у наставника. У наставника. Если у вас есть наставник, он вам честно скажет, только человек, который живет высокими принципами в жизни, он способен давать настоящие благословения. Но если вы считаете, что вы не нуждаетесь в родительских благословениях, то это значит, что вы гордые люди, просто гордые. Поэтому вы желаете родительских благословений, спросите истины у наставников, у старших духовно. И если родители также благословляют вас на такие же дела, значит ваши родители также являются для вас наставниками. Они такие же старшие, просто вы, может быть, об этом не всегда понимаем этого. Сердце родителей всегда склонно давать правильные благословения, за исключением тех случаев, когда родители немножко запутались в своей жизни. Но рано или поздно родители все равно чувствуют сердцем, потому что любят своих детей, что путь, который они выбрали правильный, и все налаживается. У меня есть много примеров, когда родители не благословляли брак, а потом начинали благословлять постепенно. Поэтому не отчаивайтесь, придет время, и все у вас наладится. Сейчас мы по традиции пожелаем всем счастья, да? Чуть-чуть. Да? Мы сейчас вспомним своего духовного учителя. Можете кланяться алтарю, вот алтарь прямо здесь, мысленно кланяться алтарю, мысленно кланяться Богу, повторять «Я желаю всем счастья». И можно кланяться духовно возвышенным людям, можно кланяться просто людям, которые служат вам, вайшнавам, которые здесь присутствуют, которые хотят служить вам. Калантись друг другу, потому что вы тоже служите Богу, сидя в этом зале перед Ним. И повторять «Я хочу жить для Бога». Пожалуйста, «Я хочу быть орудием в руках Господа. Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья» в буквальном смысле означает «Я желаю всем служить Богу», потому что другого счастья в этом мире нет. «И я, так как я не знаю, что значит служить, знает святой человек, поэтому я хочу быть слугой, я хочу быть твоим слугой, святой человек, Господи, я хочу быть твоим слугой, пожалуйста, займи меня в служении себе, займи». И самое высшее служение заключается в том, что все люди обрели возможность служить Богу. Поэтому я желаю всем счастья, я желаю всем этой возможности служить Богу.